сегодня зачем что мы хотим сделать ну илья недавно вернулся с миграционного лагеря как вы уже знаете вот и хотелось бы поподробнее узнать как там обстоит дела что там происходит и какой распорядок да это третье видео которое мы делаем относительно лагеря миграционного лагеря в ричмонде штате калифорния так распорядок дня то есть очень многих интересует все же как и что они будут делать нахожусь находясь в лагере я уже набросал здесь кое-что да то есть у меня получилось 4 блока в этих блоках я расписал то что вы будете делать находясь в иммиграционном лагере как я говорил вы будете там если вы без маленьких детей если у вас нет семьи то до первого суда первый суд обычно назначается в течение двух месяцев но обычно через два месяца то есть два два с половиной месяца будет суд и после суда можно будет решать вопрос связанным залогом и выходом из иммиграционного лагеря то есть два месяца если вы приехали один далее вы приехали с супруга но без детей вам придется там быть вот и так распорядок дня первое подъем то есть просыпаетесь вы в 4 30 утра то есть вас будет нет такого как в армии там что-то кричит или еще что то просто в камере включается свет и это означает что в 4 часа 30 минут вам пора вставать вы встаете идете умываетесь первое что будет это завтра 5 утра то есть вы спускаетесь если вы со второго этажа на первый этаж там небольшая такая площадка где-то три-четыре больших таких микроволновки ну и ребята нагревают еду сразу скажу я это еду не ел я целую неделю пытался фруктами там яблоки апельсины которые мне приносили ребята из мексики я не очень да да и да мне не понравилось на там мясо не очень вот то есть в 5 часов утра будет завтрак обычно на завтрак дают там апельсин либо яблоко может быть мюсли а и кстати везде постоянно дают то есть и обед и завтрак и ланч будет молоко обезжиренное молоко в такой вот маленькой коробочке я молоко тоже не пью из-за этого тоже меня на фрукты и так 5 часов утра будет завтрак вы позавтракали и после завтрака вас вы обратно возвращаетесь в комнату в которой вы живете вот дальше эта комната закрывается на час то есть там есть такие электронные замки закрывает их шериф то есть шериф находится прям центре зала и блок разделен на четыре части шериф отвечает за две части за два блока за ним сидит другой шериф он отвечает еще за два блока в котором живут примерно там 300 400 человек в каждом блоке вот а вот вопрос такой там как бы все находится все миграционные заключенные или это как бы камеру общего какого-то режима значит туда попадают люди которые уже имеют грин карты как правило это 99 процентов это мексиканцы вот которые уже фактически либо легализована сша они живут по 20-25 лет но так как сейчас уже заточены миграционное законодательство трампом если мексиканец нарушил что-либо это может быть обычная семейная какая-то там драка да там кому это скандала кто-то заявил в полицию либо это может быть нарушение правил дорожного движения либо это может быть когда родители управляет транспортом в состоянии отъявленных уголовников там нет нет я таких не видел то есть там таких нет то есть что происходит с этими ребятами допустим вот он едет пьяный до его остановили зафиксировали правонарушения казалось бы вопрос закрылся до проходит месяц начинаются рейды службы айс они рассказывал в предыдущем видео вот например у меня там в данный момент есть друг его зовут гомес вот он попал именно по этой ситуации то есть в 6 часов утра он стоял возле своей машины чтобы поехать на работу подъезжает сзади большой такой автобус выбегают ребята айс его да и все и после этого наказывается там же где я в центральном офисе айс сан-франциско они у меня тоже рассказывал но и вместе мы с ним получилось так что мы с ним одновременно попали с утра у нас привезли и мы с ним познакомились и были фактически неделю вместе не помогал потому что много мексиканцев было и мало кто понимал по-английски и он не переводил на испанских снова хороших вот и так завтрак 5 часов утра дальше у вас свободное время вы находитесь камере под замком в течение часа потом вы можете возле этой комнаты своей ходить как я говорю в комнате два человека вы можете ходить перемещаться но только по своему этажу там пойти в туалет пойти умыться пойти там что-то еще в окно посмотреть вот и так будет до 11 30 в 11 30 у вас будет ланч вот ланч в принципе тоже самое там может быть рис там может быть какой-то кусок мяса но опять же либо яблоко либо апельсин а вот в это время что-то можно почитать там или можно просто только ходить ты можешь спокойно находиться вообще все это время в комнате у тебя есть книги ты можешь читать кстати по поводу книг когда мы сейчас подойдем к нашему разделу 4 это развлечение я расскажу какие там книги я встретил в этом лагере но это сейчас да ты можешь читать ты можешь писать ты можешь петь там все что угодно но ты не можешь спускаться на этаж ниже ты не можешь выходить на улицу вот обыден на это предусмотрена обычно фри тайм свое время фри тайм у нас здесь разбит на два блока сейчас мы к этому подойдем и так ланч 1130 еда в принципе та же самая перегретая в микроволновке я ее не ел у вкусы сказать ничего не смогу следующее в три часа обед ужина там нет то есть обед это последнее то есть три часа обед ну дают какой-то там суп как правило такая еда больше с мексиканским уклоном что-то такой бурри ты там очень часто остренько до пищи да думаю что да бурри ты там еще что то то есть но и обязательно также фрукты и молоко как я говорил то есть молоко всегда присутствует и так это первое это распорядок дня без free time